В столице состоялось заключительное мероприятие проекта пути декарбонизации городской мобильности Ташкента, по итогам реализации которого разработан план улучшения городской мобильности для города Ташкента. В ходе встречи обсужден данный план, а также вопрос развития общественного транспорта. Насыщенные дискуссии, обмен опытом, обсуждение плана мероприятий. Именно таким запомнилось заключительное мероприятие проекта пути декарбонизации городской мобильности Ташкента. Основное внимание в ходе сессии уделено вопросам развития общественного транспорта, мультимодальности и цифровизации. Вопросы, которые звучали чаще всего – каково целостное видение устойчивого транспортного развития города? Как можно поддержать запланированные действия с помощью эффективного управления и финансирования? Каковы возможности Ташкента для перехода к низкоуглеродной транспортной системе, обеспечивающей доступ для всех пользователей? Представители министерств местных органов власти, государственных учреждений и международных организаций подробно рассмотрели каждый из них. Это наш самый большой проект в Центральной Азии. Мы начинаем серию проектов в рамках программы устойчивой инфраструктуры в азиатском регионе. Мы понимаем городской транспорт в более широком смысле. Это включает общественный транспорт, но это также включает совместную мобильность, новые технологии, такие как каршеринг, активную мобильность, включая скутеры, велосипеды. И в этой сфере электрическая мобильность играет большую роль, так как это один из главных инструментов по декарменизации и по устойчивой мобильности в городе. И мы верим, что если подобная транспортная система в комплексе будет внедрена в городе Ташкенте, это позволит решить многие социально-экономические проблемы в городе. Международный транспортный форум включает в себя 64 страны участника. Данная межправительственная организация вступает в качестве аналитического центра по вопросам политики, охватывающей все виды транспорта. Её миссия заключается в содействии более глубокому пониманию роли транспорта в экономическом росте, экологической устойчивости и социальной интеграции. Исследование национальной дорожной карты для Узбекистана и позволило разработать пути декарменизации для городского пассажирского транспорта в Ташкенте, включая приоритеты политики и текущие инициативы, о которых подробно говорилось в ходе дискуссии. Обсуждён также план мероприятий.